Что же за новый флагман RTX 3090 Ti? Давай я с ней буду стоять просто весь ролик. О, все. Это Supreme X. Ёбаю мать, красотища какая! Мы уже, да, можем видеть отрыв на тысячу очков. Максимальный топ. Это абсолютный факт. Всем привет, друзья! С вами команда HyperPC. Еще весной на рынке появилась видеокарта RTX 3090 Ti. Но я недавно заметил, что ее по какой-то причине до сих пор не было у нас на канале. И вот это мы сегодня исправим. Да, многие из наших подписчиков черпают информацию из разных ресурсов и с разных каналов. Но еще большая часть узнает все новости, результаты тестов только от нас. Вот я решил закрыть эту брешь на нашем канале. И сегодня мы с вами разберем, что же за новый флагман RTX 3090 Ti, чем она отличается от предыдущей RTX 3090, на что она способна и стоит ли она своих денег. Да и для кого вообще эта видеокарта. Ну и как всегда, чтобы поддержать нас, обязательно ставь лайк и не забудь подписаться на наш YouTube канал. Ну а если ты играешь в CSGO или Minecraft, то обязательно залетай на наши суперкрутые игровые сервера. Мы с подписчиками построили уже довольно внушительное поселение в Майнкрафте. А если не играешь, то самое время начать. Так что подсоединяйся к нашему Дискорду. Ссылка будет в описании. Ну а мы начинаем. Давайте пройдем сначала немного теории по самой карте, раз уж мы о ней сегодня говорим. Я постараюсь сказать все максимально кратко, так что не переключайся. Ну а если ты все знаешь про 3090 Ti, то можешь сразу перематывать на производство самого компьютера. В январе 2022 года RTX 3090 Ti представили на CIS. И в конце весны она уже поступила в продажу на рынок. По сути, видеокарты 3090 это бывший Titan RTX, которые предполагают огромный объем памяти для рабочих задач. Как и в линейке Quadro. Но видеокарты RTX не имеют в себе специальной оптимизации ПО, в отличие от линейки Quadro. Карта отлично подходит для решения по-настоящему профессиональных задач. Огромных вычислений, работы со искусственным интеллектом и для диплёртинга. Ну и вообще всего такого. 3090 Ti основана на чипе GA102, как и обычной 3090 и как 3080 Ti. Но здесь чип используется в полную силу, еще и на повышенных частотах. Помимо самого чипа Ampere здесь повысили производительность памяти, а точнее ее пропускную способность. Теперь она составляет 1 терабайт в секунду, а ее объем остался прежним. 24 гигабайта GDDR6X. Но что самое интересное, теперь используются 2-гиговые чипы Samsung, что позволило перенести все чипы памяти на одну сторону печатной платы. И теперь они располагаются вокруг самого кристалла, что очень сильно помогает улучшить ее охлаждение. Теперь бэкплейт дополнительно рассеивает тепло с самой печатной платы, а не от горячих чипов. И чипы теперь охлаждаются непосредственно самой системой охлаждения полностью. Такой объем памяти и ее пропускная способность позволяют с легкостью работать с видео в очень высоком разрешении, чего не может, скажем, обычная 3080 или 3080 Ti. Ну а мощный чип и аппаратные блоки Ampere позволяют тащить любые игры в самом высоком разрешении, то есть 8К. Ну и отдельного внимания заслуживает монструозная система охлаждения. В нашем случае у нас версия MSI Supreme X, я думаю, что это самая мощная 3090 Ti, которую сейчас можно достать в России. К радиатору подведены 8 тепловых трубок от паровой камеры. Ну и она, в свою очередь, соприкасается как с самим GPU, так и со всеми чипами памяти. Ну а цепь питания контачит с радиатором только через термопрокладки. Кстати, в этой версии цепи питания разведены по обеим сторонам печатной платы, что улучшает распределение тепла. Ведь бэкплейт снабжен специальными термопрокладками в самых горячих местах. В итоге чип J102 теперь используется на полную мощность. Память имеет повышенную пропускную способность. И теперь она вся перенесена на одну сторону печатной платы, что позволяет ей лучше охлаждаться. Охлаждение теперь гораздо более эффективное, ну потому что энергопотребление тоже повысилось 450-470 ватт. Но какой мы в итоге получаем прирост относительно прошлого флагмана? И стоит ли доплата за TI своих денег? В этом мы сейчас с вами и разберемся. А теперь давайте приступим к производству компьютера, на котором мы и будем тестировать эту видеокарту. Антон. Привет. Здравствуй. Рассказывай. Ну, в двух словах, довольно-таки жирненько. Все очень интересно. Куда ни глянь, везде какой-то прям экспонат. Нет, смотри, ты можешь не брать. Ты просто рассказывай. Я очень хочу взять. Зачем? Ну, очень хочу. Давай я с ней буду стоять просто весь ролик. О, все. Это Supreme X 3090 Ti. Это типа самая крутая? Это очень круто. Это чуть лучше, чем Strix'а. У нее частоты просто вах. А есть еще что-то лучше? Или это все топ-10? Нет, есть, конечно, но в России это не достанется. Нет, в России. Евги какие-нибудь. В России. Я думаю, что нет. Это топовая карта в России. 3090 Ti, я думаю, что да. Вот так вот. Значит, будем... Если я ошибся, поправьте в комментариях. Будем пробовать самую топовую 3090 Ti. По мнению Антона, да. Supreme X. X. Хорошо. Как Lumen X. По видеокарте мы поняли. Процессор, как я понимаю, у нас тоже самый топовый. Да? 12900K, но не самый топовый. Ну, KS, конечно. Ну, извините меня. Вот. Потом, из интересного... Материночка какая у нас? О-о-о. Вспоминаем стол на двух системах. О-о-о. Это та самая... Z619 Extreme. Да. Да-да-да. С экранчиком. Он называется сейчас... Anime Matrix. Anime Matrix Display называется. Anime Matrix... Anime... 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 Что-то с anime было. Вот. Где это за... Вот. А, да. Anime Matrix лет. Короче, Антон его ненавидит. Аниме. Залетай, как феномена, битвистан, а дучка, как я. Пропокрения, Нартузу, Макиро, Женган. Тема. Не надо. Ставку, Наруто. Антон, сделай вот так. Во. Полетел. Ладно, дальше давай. Значит, у нас видеокарта Supreme X. Топовый процессор, материночка. По накопителям. Что у нас? Смотри, DDR5 у нас. Подожди, по накопителям. Ну, это оперативный накопитель? Оперативный накопитель. Наконец-то появились. То есть DDR5, вот она идет все дальше, 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 дальше. 7 тысяч уже? Не, начинали мы с китов. Тут не в частоте дело. Начинали мы с китов по 32 гигабайта, 64 гигабайта вообще не было. Но сейчас 64 гигабайта раз, 64 гигабайта два. Итого 128. Там что, 128 гигов? DDR5 памяти на частоте 5600. Это что, типа не игровой компьютер, что ли? Игровой. Игровой? Человек захотел, чтобы было вот все, что есть. Хочу все. По максимуму. По максимуму, да. Хорошо, 128 гигов Trident Z G-Skill DDR5. Частота какая? Частота 5600, брат. 5600? 5600, брат. Camry 3.5, а G-Skill 5600. Клиент знает толк в хороших, качественных SSD накопителях. И, естественно, выбор пал из всего нашего большого ассортимента на HyperPC Ultra SSD накопители, каждый по 2 терабайта. Это, это... Ребят, здесь, ну, настоящая просто максимально топовая машина. Чтение, запись 7000, слэш 7000. Я смотрю, там еще и жесткий есть. Да, и тоже, знаешь, был... На 18-го. Да, ну что там, зачем нам 12-ки, какие-то частота? Сразу 18 терабайта. 18 терабайта, чтобы уместить все гибки, все фотографии. Просто ты собираешься выключать свои часы? Нет, зачем? Смотри, там пишет Кирилл Артаму на в страйк, можно кинуть? Снимай часы свои давай. Зачем их снимать? Когда сборки нет, можно без часов в часах. Ну что, это мой образ. Значит, по накопителям у нас все понятно. Питать все это будет? Ультра питатель 1200. Ультра питатель 1200. Lidex SE от Superflower, господа. Платину. Ну, естественно, с платиновым сертификатом. Антоха сказал... Это вам не гол. Это вам не это, это вам вот то. А где все это будет базироваться? Ты знаешь, у нас это очень как-то наигранно. Так это же наш образ. Сейчас мы еще будем рекламу какую-нибудь Ачакова. Я вставляю процессор. Ребята, нам до сих пор подписчики... Присылают квас. После вот этой выходки Антона с фуры Ачаковского кваса нам до сих пор подписчики присылают квас, приезжают в офис и говорят, вот квас Антохи передайте. Недавно администрация наших игровых серверов HyperPC серверов передала Антохе... Две базухи вот такие вот. Две, да, две базухи. Как видим, осталась уже одна. Илюх, спасибо. Он заценил, я все ему привез. Далее, из интересного. К сожалению, не... Корпус какой у нас будет? Корпус? Космос. C700M. Космос C700M. Наверное, видеокарточку развернем немножко. Положим, нет? Или будет вертикально стоять? То есть мы горизонтально поставим ее? Максимальное охлаждение? Да, я думаю, чтобы у нас охлаждение, потому что карточка ультра горячая, лучше оставим ее. Антох, как ты думаешь, сколько будет градусов на ней? Я думаю, 80 будет и там, и там, и просто видеокарта, потому что, ну, 3090 Ti без... Я забыл, Антох, я забыл про охлаждение. Я спрашиваю про температуру, а про охлаждение забыл. А у нас ROG Raijin. Ruijin, да. Ruijin 360. Ruijin. Поговаривают, что это очень эффективное охлаждение. Вторая версия, конечно, лучше, но вторую версию в России достать невозможно. Поэтому первая версия. Она тоже амалгенна. То есть, короче, у нас 12900K будет в районе 80 градусов. Да. И видеокарта тоже 80-85. Да. Ну, учитывая то, что... Не концепт. Да. Это сотка нормально. Но сотки не будет. Сделаем охлаждение добротное. Потому что у нас, значит, что? 320-очки. На водичку, да. И 4 140-очки. 4 140-ки на корпус. Абсолютно верно. Все это сейчас будем собираться. Так, ну тогда, что, ребят, распаковываем и дальше пойдем по уже привычным вам этапам. Продолжение следует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выглядит на самом деле бомбезно, действительно мечта просто абсолютно любого геймера. Топовая видюха, топовая мать, процессор, эффективное охлаждение, мощный БПшник и все по красоте. Корпус мы, наверное, с тобой попозже достанем. Сначала, ребят, нам нужно подготовить комплектующий к установке в корпус. Вы помните, что подготовка состоит из подготовки материнской платы, то есть монтажа процессора, SSD дисков, оперативной памяти, ну и, наверное, подложки под охлаждение, скорее всего. Далее мы подготовим охлаждение, установим на него вентиляторы. Я установлю, пока Антоха будет делать материнскую плату. Естественно, коллективная работа, как всегда. И после этого мы уже будем готовить корпус. Там мы его и достанем, чтобы установить в него уже материнку, охлаждение, видеокарту, вентиляторы корпусные. И вот этот вот питатель 1200. Космический комплектующий в космический корпус, в космический компьютер от HyperPC. Как вам такое? Тут, я думаю, никаких нюансов по материнке не будет. Абсолютно обычное дело для тебя. Скажи, пожалуйста, мне, как будет установлена вода? Вот так, как ты ее так выставляешь? Ну, для людей? Да, для людей будет вот так вот, да, установлено. Вот, то есть я провода выкидываю вот сюда. Усё. Здесь мне все понятно, поэтому поехали, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Сейчас этот классный, харизматичный парнишка расскажет вам про корпус. Какой? Кулер-мастер. Антоха принес корпус. Я сразу обезопасил стекло от каких-либо повреждений и воздействий. И, Антоха, поскольку я прокачался уже нехило так в производстве компьютеров, я сейчас сам попробую сказать, какие манипуляции мы будем проводить с корпусом. А ты, если что, подмечишь. А вот давай. Я люблю, уже мне нравится, вот это, знаешь, расслабление. Вот я теперь могу вот так компы собирать. Да, это, знаете, я его научил говорить в роликах, теперь я на расслабоне. Он что-то там лепечет, рассказывает, и вообще у меня все нормально. А когда я что-то за железо и компы говорю... Он лепечет. Наш малыш, он разговаривает. Ура! А когда я что-то по железу говорю, о, ну вот видите, откинулся батя в кресле отдыхать. А сейчас нам нужно избавиться хотя бы на время от деталей, которые нам будут мешать в процессе монтажа наших комплектующих в корпус. Мы убираем вот этот поворотный кронштейн, он нам вообще не нужен. Убираем салазку в полке, ну, с кожуха БП. Куда мы ее переставляем? Вот сюда мы снимаем две вот эти вот салазки для жестких дисков, потому что жесткий диск у нас будет внизу. Да, и их снимаем, и... И отсек для седерона. Красава! Вот, вот эту заглушечку мы переносим сюда, и у нас здесь все четко, красиво, и нету никаких лишних отверстий. Далее мы демонтируем с передней панели три штатных вентилятора, чтобы установить наши более эффективные сюда. Да, с РГБ подойдет. То есть, что мы идем в задний отсек, и здесь что? Ну, сначала мы снимем кожух, удалим все ненужные нам провода в этой конфигурации. Что я забыл? То есть, жесткий диск мы будем устанавливать вниз под кожух блока питания. Я сразу тоже, чтобы обезопасить дверь, и чтобы она нам не мешала, я ее удаляю. К Ване на стол давай, да. Он как раз просил, ничего не класть, пока он в отпуске. Потом давай, ты далеко не уходи. Смотри, раз. Давай, сразу, да. Два. Это все, все. Убираем. С первого конца, тоже самый галансик. Оба. Все. Это все забрали. Раз, саваль. Это тоже. А я пока начну помогать Артему. О, это этот. Это надо, помнишь, мы подписчику, из апгрейда подписчику. Да, да, да. Антох, я что-нибудь забыл? Нет, ничего не забыл. То есть, все, сейчас вот это все убираем из корпуса то, что я назвал. Не получается, два отвертки странного, да? Да. Да. Неожиданно даже как. Давай, где твои? Мы это все убираем и начинаем монтаж всего в корпус, да? Ну, да, порядок надо навести вначале в корпус, подготовить его. Оп. Один есть. Что это тут за дела происходит? Во-первых, я попросил тебя просто переставить все необходимое, снять все ненужное. А, ну ты в процессе. Все по очереди. Просто нет, ну, кто у нас самый топовый и главный закручиватель вентиляторов в компании? Получается, что ты. Почему ты? Немножко опередили. Да, воруешь у меня деньги. Работу. И это работу, да. Ну, ладно, ладно, все, хорошо. Да нет, ладно, все, оставляй. Все, все. Не надо, Антох, остановись. Время не резиновое. Все, ребят, сейчас Антон вот уже занимается заменой штатных вентиляторов дефолтных. Вот. Вот. Установит и дальше все по плану. Извините, что помешал. Просто увидел, что вот... Все, 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 все. Давай, давай. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, корпус полностью, точнее, в полной боевой готовности. Так точно. Как говорится. Теперь надо вот эту красивую материночку. Боже мой, она... И вот, по-моему, перелом... Да, мне кажется, она столько весит. Трещина есть возможность подключить до трампункта? Какие же, какие, какие же вообще шикарные радиаторы. Эту материнку вы хорошо знаете по нашему ролику с двумя компьютерами в столе. Вот, если кто не видел, обязательно вот посмотрите здесь или по ссылке в описании, если вам удобнее. Там мы про нее подробно рассказывали, показывали. Здесь я на ней внимания застрять не буду. Топ-мамка. Теперь, получается, все грузим в корпус. Без особых каких-либо проблем, нюансов. Да, с корпусами мы работать умеем. Ну, потом ты, помимо того, что загрузишь вот эти компоненты, я думаю, видюх тоже сразу туда полетит? Не, попадут в самом конце практически. Ааа, а что мы будем делать? Водичку ставить, проводочки прокладывать, материночку. Потом, что еще? Потом будет подключение всех проводов. То есть, вся передняя панель. Не забываем работать. Это два USB 3.0, USB Type-C, фронтальная панель, ну, то есть, кнопочки все. HD Audio, то есть, выходы на звук. Вот, подключим между собой, засетапим все компоненты с подсветкой. То есть, и обороты вентиляторов, подключены в материнскую плату. От пимпы у нас сколько еще? Да, вот, посмотрите, сколько у нас проводов от помпы. Раз, два, три, четыре, пять. Пять проводов от помпы. И все это нужно запитать куда? Правильно, на материнскую плату. Посредством переходников, удлинителей, ну, и, собственно, в сами разъемы. Правильно? Абсолютно. Шикарно. Вот, я учусь каждый день просто. Вот, также нужно сам, как бы, контроллер корпусной. Вот, все это тоже нужно будет запитать вместе с материнской платой, чем Антон сейчас и займется. Следующий этап после подготовки. После подготовки корпуса у нас идет, ну, естественно, монтаж материнской платы и охлаждение. И вот это все нужно соединить проводами между собой. После чего уже можно будет подкинуть блок питания, в самую последнюю очередь видеокарту, и уже заниматься кабель-менеджментом. На чем, собственно, процесс производства, базовый, самый основной, будет закончен. Потом будем компьютер софтить, чтобы сравнить таки производительность 3090 Ti и 3090. А этот, цену одного FPS будем вызывать? Я думаю, что да. Посмотрим, сколько же стоит каждый FPS. Я думаю, многие сейчас задаются вопросом, Антоха, почему материнскую плату вы поставили, прикрутили, а сейчас ее опять открутили и опять прикручиваете. Какая-то вообще непонятка происходит. А, соответственно, в чем нюанс оказался? Из-за того, что материнская плата формата E от X большая, она мало того, что нализала своим размером на разъемы для вывода проводов, отверстия, так и еще нам пришлось, не удалось подключить кабели USB 3.0. То есть вот сейчас вот они аккуратно вставлены, только благодаря тому, что предварительно мы сняли материнскую плату, подключили их, аккуратно загнули и поставили материнскую плату на место. Теперь это будет все элегантно, красиво и аккуратно. Вот. И по поводу того, что я говорил ранее, резиночки мы решили снять, потому что так отверстия аккуратно выглядят, и материнская плата не упирается своим бэкплейтом на резиночки и не изгибает текстолит тем самым. Соответственно, все как? Класс. Антох, смотри, что мне Максончик передал. Это что? Наконец-то, господи. Сейчас, подожди, подожди, у меня получится или нет? Это же термалтейк. Да. Не получилось. Да какая разница? Короче, ребята, смотри, приехали офигительные проставки для 1700-го сокета. Вообще, посмотри, дизайн даже есть. Это завод. Так, можно я вот так вот открою? Да, конечно, это вот мы сейчас сюда и поставим сразу. Так он поэтому и сказал, проставочка для процессора, чтобы снизить температуру. Помните, мы вам рассказывали в каком-то из роликов, что у них есть заводской дефект у сокета, и из-за его особенностей процессор неправильно прижимается, из-за чего нету стопроцентного идеального прижима теплообменника к процессору, теплосъемника. И вот эта штучка ее исправляет. Давай подарим клиенту. Да, я тебе... В смысле, мы их когда заказывали с Ваней изначально, мы же так и обговорили, что это будет идти бесплатно подарком каждому i9 и i7. Лучше для вас. Все, давай на склад дуй и оприходуйте. Ребята, красава! Теперь каждому i9 бесплатная проставка в подарок. Термалрайт вообще вещи делаете. Термалрайт и i9 созданы друг для друга. Продолжение следует... И вот только мы с Серегой, с нашим оператором уже начали заносить видеокарту. Там штативчики, объективчики, ISO-шечка, все в деле. И я понимаю, что слота-то два я освободил. Не хватает. Это даже 3090 самую пушечную, какую-нибудь стриксу можно было поставить. Но не в нашем случае. Три слота надо освободить. Это раз, Тёма уже суппортит. Так помимо этого, вы представьте, какая она огромная. Это три полноценных слота и еще чуть-чуть. Три с половиной слота. Где вы такое еще видели? Зато охлаждение вот такое! Пипец. Помнишь? И потом, Тёма, на то есть... Блин, ребят, что-то 105, 101, да как так-то? Ну что, может, 900 Мегагерцев? Помнишь, мы с тобой делали ролик с тремя концептами, которые хотели в один ролик, в итоге на два разбили? Там был Аурус, просто невероятно уродливый и огромный. Не уродливый, а очень красивый. Мне не нравилось. Это, ребят, это моя субъективщина, извините. Всё, всё, этот осуждаю. Короче, огромный Аурус, он меньше был? Конечно, он... Короче, там был 30, 30, 90 или 30, 80 была. Она вообще не грела, там 65 градусов. Я впервые в жизни видел такую температуру на стоковой карте. Вот интересно, да, сколько вот здесь. Потому что сама по себе 30, 90 Ti очень горячая. В любом вообще варианте. Вот эту я ещё не тестил. А вот Антон её очень любит, наверное, вот за это. Суприм X. Суприм X. Это вам не то. Давай, я освободил эти слова. Всё, мы без динамики просто засовываем. Вот это отверстие, конечно, просто. У меня что, рука пролезает, вы понимаете? И полетели. Вот это да. Вот это дура. Вот это дура. Тормози! Опа! Не встают и... Вообще, как родное. Ну, слушай, вот в этом корпусе она выглядит зашибись. Вот даже в 1000D, вот там, смотри, стоит тоже E-X. Насколько она больше кажется, чем эта? Хотя они абсолютно одинаковые размеры. Ну, там, конечно, ты уже поставил политский этот... Да, там политик 3090-го, такой маленький. И тут добрый вечер. И здесь нормально. Блин, ребята, скоро настанет время. Приедут водоблоки в Россию на них, и мы будем делать концепты просто как не в себя. На 3090 Ti. Да. На двух, на трёх, на четырёх. Ну, пишите, пишите ваши версии в комментариях, когда у нас на канале появится первый в России концепт на 3090 Ti. Антоша зарядил рамку для клиента, уже полностью всё установлено, видюшечка на месте, как вы, собственно, всё и видели. Короче, внутри полный фэн-шуй вообще. Ну, пока что вот... Ну, почти, почти, почти. Это нюансы. И теперь, собственно, мы будем переходить к процессу кабель-менеджмента. Раньше мы вставляли блок питания на видосах, вы это видели. То есть, ну, до тайм-лапса с кабель-менеджментом. Сейчас мы чуть-чуть сменили свою тактику, и, точнее, не мы, а Антоха. Поскольку часть для того, чтобы уложить вот эти все провода, а мы их укладываем в первую очередь, блок питания не нужен, и без него просто это делать чуть-чуть проще. Поэтому блок питания Антон установит уже в процессе тайм-лапса, и на этом производство компьютера будет закончено. Я его, наверное, приклеивать не буду, на винты посажу. Ну, в этот раз можно. Да, а то обычно на клей-то сажаем всегда. Ну, что, погнали теперь тайм-лапсик. Как всегда. Еее. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Компьютер, как ожидалось, получился шикарный внешне и, естественно, очень производительный. Но мы сегодня здесь с вами собрались, чтобы сравнить производительность RTX 3090 Ti с предыдущим флагманом RTX 3090. В нашем случае мы взяли версию от Aorus с таким же огромным, массивным и эффективным охлаждением. Начнем мы тестирование по классике с температур, и что же у нас в нашем случае. Конечно, стоит отметить, что температура в нашем помещении сейчас больше 30 градусов. Система кондиционирования у нас сейчас временно не работает, и я сомневаюсь, что у кого-то дома сейчас есть такие высокие температуры. Так что в домашних условиях, в нормальной квартире, этот компьютер будет показывать еще более низкие температуры. Антон обещал мне температуры 85-80 градусов. Естественно, 85 на процессоре и около 80 на видеокарте. Но если процессор наш приближается примерно к этому показателю, хотя и меньше на 5 градусов, даже иногда на 6, чем мы рассчитывали, то видеокарта максимально далека от 80 градусов. Сказывается невероятно эффективное трех с лишним слотовое охлаждение. Температура видеокарты, несмотря на то, что эта видеокарта потребляет 450-470 ватт, реально поражает. Я даже не уверен, что 3090 будет ниже по температурам. Скорее всего, они будут очень-очень сильно похожи. Вот здесь как раз сказывается и то, что чипы теперь с одной стороны, и все подключены к паровой камере, и сама система охлаждения гораздо массивнее и производительнее. И вот в результат мы получаем очень хорошие температуры. Но нас сегодня с вами больше интересует, конечно же, производительность. Синтетику начнем с 3DMark Time Spy Extreme. И я хочу обратить ваше внимание, что именно Time Spy Extreme, потому что в интернете везде все тесты обычным Time Spy, это не 4К. Это именно тест в 4К разрешении. У нас 10 828 очков в 4К разрешении, что реально является отличным результатом. Ну а обычная 3090 показывает 9500-9600 очков, если округлить место, 10800. Больше, чем на 1000 разница. И вместо Excellent у нас теперь Good. То есть здесь разница около 10-12%. Естественно, в пользу 3090 Ti. В тесте Port Royal, который использует трассировку лучей, у нас 14356 очков. Хоть и не превосходный результат, но все равно отличный. У этого теста нету 2К Full HD или 4К версии. Он существует в единственном экземпляре. И результат у Supreme X, конечно же, чуть выше, чем у других версий 3090 Ti. А обычная 3090 набирает 12678 очков. И здесь уже отрыв чуть больше, около 14%. Superposition в режиме 8К Optimize. То есть я не включал Motion Blur, а взял готовый пресет. У нас 8288 очков. И если вы помните наши тесты в рабочей станции на 3-3090, там работала одна карта в тесте. И она выдавала на 1000 очков меньше. То есть там 7200 с копейками. Мы уже можем видеть отрыв на 1000 очков. Но сейчас мы, естественно, проверим именно нашу Aorus версию. И при том же пресете обычный RTX 3090 набирает 7141 балл. И опять преимущество на стороне 3090 Ti где-то в 14% примерно. Blender Render в режиме Optics используем только 3090 Ti без помощи процессора. Начнем мы с самой популярной сцены в Барселоне. Так, Render Image. И без помощи процессора на Optics видеокарта справилась за 44 секунды и 65 сотых. RTX 3090 срендерила сцену за 47,26 секунды, что всего лишь на 3 с небольшим секундой дольше. Здесь разница уже не такая большая. Ну, и я решил проверить еще более сложную сцену, которую Render занимает дольше. Возможно, здесь разница между видеокартами будет более ощутима. И эта сцена на Optics на 3090 Ti у нас заняла 4 минуты ровно. Ну, еще 46 тысячных долей получается или не тысячных. Короче, 0,4. Тут разница тоже не очень велика. 4,13 против 4 минут. 13 секунд в рамках 4 минут, ну, не так уж и много. Реально, в Блендере разница не так сильно заметна, как в остальных приложениях и бенчмарках. Тесты в играх начнем по классике из Киберпанка. Ну, это классика не только для нас, а для всей игровой индустрии, я думаю. Начнем мы на трассировочных ультрах, но без DLSS. И с записью экрана вот у нас в среднем 40 с копейками, 38, ну, 43. 4К, максимальные ультра настройки и DLSS у нас выключены. 43 кадра, да, держится хорошо. Мы видим, что фрейм тайм очень стабильный. Редкие события 37, крайне редкие 34 при 43-45 кадрах. Без записи экрана, конечно, будет чуть-чуть побыстрее. 45, 46, да, 45-46 кадров без записи. Кстати, выглядит очень плавно, но монитор все-таки 144 Гц при 4К разрешении. Да, нормально. И включаем DLSS на автомат. По факту это производительность, скорее всего. И у нас 85 кадров с записью экрана в среднем. 83, 85. Мне нужен будет один и тот же отрезок, чтобы сравнивать видеокарту. 86, 88. Ну, короче, средняя 85. Редкие, крайне редкие события в районе 70. Ну, сейчас если покататься, наверное, до 60 где-то слетят. А температура, кстати, 72 по видеокарте на полной мощности и 65-70 по процессору. Если выключим запись экрана, то у нас будет до 90 кадров у нас поднимается. Ну, 86 все равно 90. 85-90. Возьмем все-таки 85. А на обычный 30-90 у нас без DLSS с теми же настройками. 35, ну, на 10 кадров. На 10 кадров меньше примерно. 35-36 на другой локации. Ну, 35-33, а на 31. Короче, 30-35. И редкие, крайне редкие события 29-27. Температура, кстати, у этой версии повыше. Там 72 было, здесь 75 градусов при полной загрузке. А если включить DLSS, так же на автомате у нас 78-80. Ну, около 75 кадров. Да, 75-78. Собственно, как и во всех наших других компьютерах с RTX 3090. В RDR2 на том же ультрапресете, на котором мы всегда тестируем компьютеры с трассировкой на балансе, у нас свыше 90 кадров. Ближе к 100. Хотя в предыдущих роликах я говорю, что типа от 85 до 100. Но там в зависимости от ситуации, от времени дня и ночи, от погоды, мы видим, что и 75 бывает, и 80. Но в основном держится между 75 и 85. Иногда до 95 доходит. Но здесь у нас, конечно, ближе все-таки к 100, чем к 80. Да, иногда бывает вот там до 85, проседает до 90, но в основном это 90+. Все-таки это хорошо бывает даже до 100, когда тени складываются как надо. И с ветром, и с песком, и с лучами солнца у нас 90, 95, 90, 95 кадров. А теперь давайте посмотрим 30-90. И на обычной 30-90 вот наши заветные 85-90 кадров в секунду. Да, на каких-то локациях, где вот меньше деталей будет до 90, до 95 даже надо подниматься. Ну, крайне редко, гораздо реже, чем на 30-90 Ti. Вот и до 70, до 75, до 78 проседаем и до 80. Ну, в среднем, как я и говорил, в среднем тут держимся ближе к 85, чем к 100. А на 30-90 Ti все-таки было больше, конечно, больше 95, 91 и даже пару раз 100 выше балла. От 5-10 до 10-15 кадров прирост. В общем-то, прирост производительности такой, какой и заявляют и производители, и, собственно, синтетические тесты в интернете. По факту получается именно так. Друзья, что я могу сказать насчет 30-90 Ti? Конечно, это максимальный топ, и это абсолютный факт. У нас теперь чип в своей максимально возможной конфигурации. Память с существенно повышенной пропускной способностью. Что самое интересное, все чипы наконец-то перенесли на одну сторону печатной платы, что нехило так улучшило охлаждение. Конечно, у нас Supreme X, но даже в сравнении с картой тоже в 3,5 слота, с 30-90, это 30-90 Ti холоднее на 10 градусов. Но я понимаю, что есть там погрешность типов охлаждения, но 10 градусов, ребят, это очень круто. Карта при полной прожарке всей системы в этом корпусе не разогрелась выше 72 градусов. Это очень хорошо. По производительности прирост до 14% в различных приложениях, но в среднем это, конечно, 10-12. В играх прирост, как вы видели, тоже 5-10-15 кадров, в основном 10, что составляет те же 12% прироста в среднем. Но все-таки я хочу сказать, что эта карта максимально раскрывается на всю свою мощность в специальных приложениях, которыми я, естественно, не владею. Но она очень поможет в монтаже в видео в высоком разрешении. 4К, 8К, ее огромный объем памяти с такой скоростью позволит вам свободно монтировать видео даже, ну, огромных-огромных размеров. Предпросмотр будет работать хорошо, а рендеринг будет идти быстро. Также предпросмотр 3D-рендеринга в реальном времени здесь тоже очень хорошо работает за счет большого объема памяти и ее высокой скорости. Так что вы будете делать свои проекты быстрее и комфортнее. Так что если вы подбираете себе компьютер не только для игр, а для серьезной и масштабной работы, даже если вы занимаетесь творчеством в таком, так сказать, серьезном формате, то ваш выбор определенно 3090 Ti. Но в играх я не уверен, что такой прирост, если брать только игры, что такой прирост стоит таких денег. Потому что разница с 3080 Ti у нее, ну, существенная. А разница между 3090 и 3090 Ti в рамках такого компьютера она вообще не ощущается. Так что если у вас компьютер только для игр и даже в высоком разрешении, еще и со стримингом, то я бы все-таки остановился на 3080 Ti. Производительность в играх практически такая же, но на нее еще и есть водоблоки. И можно собрать холодный, тихий, красивый компьютер с кастомным водяным охлаждением. Что бы я и, собственно, делал со всеми компьютерами в таких конфигурациях. Ну что, ребят, спасибо Антохе за такой классный, мощный компьютер. Я считаю, что здесь все очевидно и понятно. Для кого подходит эта карта, я вам постарался объяснить. И мы будем прощаться с вами. Если вам понравилось, обязательно ставь лайк. Кстати, спасибо, что досмотрел этот ролик до конца. Обязательно подписывайся на наш YouTube-канал, на наши социальные сети по ссылке в описании или вот по этому промокоду. С вами была команда HyperPC. Ваш ведущий Артем. Кстати, за камерой стоит Антоха. Антоха, покажи классно из-за этого. Вот его палец. Ну все, ребят, до встречи через неделю. Что бы ни случилось. Как ты сказал, не QR-код, а промокод. Да? Ну, пускай будет промокод. Знаю, тебе неприятно, что твой мальчик со мной рядом. Не расстраивайся, зайка. Я верну его обратно. Подписай с километиками. И так каждый день. Я еще прихожу, а у него кальянный рэп наваливает нормально. Так, как в чихане просто. А ты этот хамали-навали слушаешь? Ну, это же оно и было. Да ладно. Я, нет, песню, которая у них хит, я его вообще обожаю. Ну, что он-то... У него каждая песня это хит. Возьмите этот... По танцполу пьяно подвигается. Да-да, вот это я вообще тащусь. Мы на даче напиваемся и танцуем. Лимонада напивается, он черноголовку любит рупец. С Ромом. Черноголовка, свяжитесь с нами. Нам нужны запасы... Рома и... Нет, запасы Байкала и запасы... У вас новая кола появилась, я видел. Вот нам надо, чтобы фура прям к обходу... К их объему. Мы идем в задний отсек. Опа, в задний проход. И геморрой проходит очень быстро. Все. Блин, а мне теперь это правда. Я хотел, короче, понял, кубик такой сделать. Ну да, и назад назад. Я думал, что он эффектно кубиком сделает. А это не все? Они, что ли, еще высыпались? Да нет, нет. Там еще, там знаешь, сколько таких коробок приехало? Фу. Да? Конечно. Штук 10, наверное. Сам Бог велел снять тикток. Нет, Антох. Ну быстренький давай такой. Это Hyper PC. Шараут всем, кто любит космос. Я повторяю фразы славу Мерлоу, потому что своего не знаю, ничего придумать не могу. Все. Антох, ты убежал. Сейчас, сейчас, сейчас. Антоша. Я иду, 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 иду. Твою мать! Я, чтобы не забыть сразу именную табличку с фамилией и именем. Это же под кадр. Так вот же он кадр. Ну, мать. Успокойся. Ну, пи***ц. Ну, Антон, давай потом. Ты с ней будешь стоять. Ходит слух, что нету пи***ку, короче. Рендл. Рендл. Опять лиз дислексия. Рендер-блендер. Рендер-блендер. Блендер-рендер. Блендер-рендер. Вот, так получается. Блендер-рендер. Блендер-рендер.